Всего 25 миллионов рублей, и этот шикарный исторический особняк имени купцов Морозовых станет вашим. Заманчивое предложение, не так ли? Оно разлетелось по всем социальным сетям. Однако историки говорят, что продавец немного лукавит и продает дом, который никогда не принадлежал известным городским торговцам. В объявлении пишут, это будущий офис, банк или магазин. Площадь внушительна 960 квадратных метров. На продажу дом выставило риэлторское агентство. Собственник с покупателем встретится только на объекте. Поэтому мы уточнили у агента, знает ли он историю особняка. Точно уверены в том, что это дом купца Морозова? 100%. А кто вам сказал, что это дом купца Морозова? Откуда эта информация? Судя по историческим данным. Но официальные исторические данные как раз говорят об обратном. Дом по улице Толстого 33, который продают, принадлежал не Морозовым, а купеческой чете Суховых. Глава семьи Василий в 19 веке был мэром Барнаула. Этого риэлтор уже не знал, но связаться с нашим историком после разговора не отказался. Это дом купцов Суховых. Вы о чем говорите? Дом Суховых? Нет, это вы неправильно информированы. Вы занимаетесь историей. С одной стороны улицы Льва Толстого были в основном дома, принадлежащие Суховым, вот с той стороны, с нечетной. А с противоположной стороны, с четной, как раз были дома, в основном Морозовские. Новый владелец должен знать, что это важный исторический объект, культурное и архитектурное наследие города. Правомерно ли продавать такую ценность? Да. Законом не запрещено. В этом я не вижу ничего плохого. Ну, так и до революции те же самые Морозовы, Суховы, Кенфторовы, Смирновы могли перепродавать друг другу здания. Эксплуатацию здания контролирует Алтай охранкультура и значительные ремонтные работы, скорее всего, провести там будет нельзя. А если будущий владелец решится на реставрацию, ему придется получать разрешительные документы. Кстати, это риэлторское агентство продает и еще несколько исторических памятников старого Барнаула. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.